Какую роль казачество играет сегодня в российском государстве? Как на Ненецкой земле оказались предки терских и кубанских казаков? И кто из главных атаманов страны привез в округ уникальный подарок? Сегодня эти темы обсудили во Дворце культуры Арктика. Там прошел круглый стол «Родина с народом, с президентом, со страной». На нем собрались представители местного казачества, землячеств и общественных объединений. С подробностями Любовь Пермякова. Награды мы привезли, шесть наград. Значит, награды изготовлены были в прошлом году, в прошлом году в городе Сестрорецкий. Это в связи со столетней гибелью царской семьи. Значит, там есть священник, отец Гавриил, он является архимандритом. Он большой ценитель и любит царскую семью. И вот во знаменовании этой даты был изготовлен вот этот очень красивый и качественный крест. Казачий полковник, председатель Совета стариков по северо-западу Василий Быков показывает нам уникальный подарок, который привез в Наринмар из северной столицы. Сегодня в рамках круглого стола его вручили представителям администрации и местной казачьей станицы Пустозерской, которую возглавляет Василий Скляренко. В нашем казачестве все родовые, у всех корни именно, ну вот у меня по войску это кубанцы, есть терцы. В чем работа заключается в казачестве? Ну, прежде всего, воспитание молодежи через свои традиции детям передать именно уважение к старшему поколению, гордость за страну, пытаться что-то изменить к лучшему в своем характере, например, быть общительным, добрым. Станица Пустозерская была создана в 2017 году. Она стала региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз казаков, воинов России и зарубежья». Кстати, его войсковой старшина, представитель Верховного атамана по северо-западу, приехал в Наринмар, чтобы поделиться опытом работы и рассказать историю создания одной из самых успешных организаций России. Ну, она была создана 10 лет назад, создана Водоладским, который был атаманом Донского, Всевеликого Донского войска. Сейчас ее возглавляет Деконов Николай Леонидович. Ну, соответственно, цель организации – это объединение. Вы, наверное, в курсе, да, что казаки как бы есть регистровые, есть нерегистровые. И, в принципе, это мы считаем неправильным. То есть казаки, какие бы они ни были, регистровые или нерегистровые, они все должны быть в одно, за одно и в одну сторону. По словам Дмитрия Мухина, у казаков славная, но непростая история. Казаки всегда были в честь у государства в период войн, не раз выручая свое отечество. В то же время, в течение последних 300 лет государство не раз хотело ликвидировать статус казаков, особенно в советский период времени. В новой же истории России взят курс на его возрождение. В настоящее время деятельность данной организации, да и в целом всего российского казачества, трудно недооценить. Они занимаются военно-патриотическим воспитанием призывников, готовят их к военной службе. Кроме того, казаки участвуют в мероприятиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий и стихийных бедствий. В охране общественного порядка, защите границ Российской Федерации, борьбе с терроризмом, обеспечивают экологическую и пожарную безопасность. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, Телеканал Север.